Мужчина уже с детьми прицелилась. Хотели мужчину-ребенка? Правильно, формулируйте свои мысли. Серьезно, какого ребенка вы хотели? Своего, подчеркиваю, своего. Потому что, когда вы хотите мужчину домашнего семьи, то вы заботливого. Есть большая вероятность, что муж и жена. Видите, как пространство отличается? Когда вы становитесь наблюдателем и творцом даже, сами создали что-то, начинаете видеть, что реальность, она начинает вам подкидывать все эти штучки. Один раз у меня такой анекдот был. У меня не было какой-то вещи такой, ну, знаете, более редкой, скажем, чем карандаш или ручка. Я уже не помню, что. Ну, что? А, вилка! Вот. У нас случается на работе ситуация с вилкой. Я помню, у меня так эта вилка застряла в голове. Это вилка, там кто-то взял чужую вилку. Ну, короче, бытовуха какая-то. Но я, главное, испытала сильную эмоцию, когда мне говорили про вилку. То есть у меня либо гнев какой-то подавленный возник, либо раздражение. Я спускаюсь в метро через три часа, наверное. Становлюсь вот именно в это место, где обычно становлюсь. И вижу, что на платформе, на Пушкинской, лежит вилка. Ну, я посмотрела, посмеялась и пошла дальше. Такие вещи, они случаются иногда. Потому что, когда вы сильные эмоции какие-то испытываете, вы очень в пространстве там не выбрасываете эти мысли. Тем образом вы таким магнитом становитесь для этих вещей. Для таких людей, кстати. Почему говорят... Вспомним, да, христианские даже ценности вот. Нельзя, да, ненавидеть там. А почему? Да очень просто. Вы человека будете ненавидеть, он вам будет ближе всего. То есть реально по факту, если ненависть испытывает особую долгу, этот человек из вашей жизни никогда не уйдет. Или он будет всегда вот занозы, кто-то о нем будет напоминать. А когда нет напряжения, то есть развязать вот этот узел, как говорят, у нас стоит парень. То все, вы разойдетесь просто по-разному углам. И если сложно...